Эда и Деннис объявляют, что поженятся. Когда Серкан делает Селин предложение, Эда и ее любовники покидают вечеринку. Эда возвращает обручальное кольцо Серкану на следующий день. Серкан покупает Селин простое обручальное кольцо. На работе Серкан не может вспомнить свой пароль. Эда удивляется, когда говорит ему, что это координата звезды, которую она купила. Эда также удивлена, что Серкан не забывает нюхать лимон, чтобы успокоиться. Эда решает купить вещи в доме Серкана и уходит. Селин слышит, что Эда уходит и просит своего помощника собрать вещи женщины. Эда, пришедшая домой, очень сердится на этот шаг, который, кажется, готов ее отпустить. Когда Серкан идет к себе домой, он видит Эду, спящую в его постели. Эти двое ужасно ссорятся. Его классическая поговорка «Я ненавижу тебя, Серкан баллад». Когда Серкан говорит «наши чувства взаимны», дело доходит до знакомства. Деннис назначает Эде встречу на курорте, состоящем из бунгало. Он не может прийти, потому что это работа мела. Цирена и Ферит, отношения с которыми испортились после приезда Селина, тоже приезжают в отпуск. Ферит, он замечает взгляд Цирена на Деннис и включает его в бой. Они дерутся публично. Ферит и Серен обязательно расстанутся. Услышав, что они выезжают в отпуск, Айдан настаивает на том, чтобы Серкан поехал. Когда Серкан приглашает Селин, трех женщин и трех мужчин уже нет. Эда и Серкан время от времени рычат. Когда они остаются наедине вечером, он просит ее рассказать старое воспоминание. Серен говорит Деннис, что все еще любит его. Это признание Деннис не устраивает. Той ночью Серен перегружен с Идой в бунгало. На следующий день все новости сообщают, что Серкан и Эда расстались и до сих пор с Селиной. Селин говорит, что она не попала в новости. Серкан дарит Селин обручальное кольцо. Ингин делает вид, что не хочет ребенка против перила, с помощью информации, которую он получил от Серкана. Это начинает влиять на перила. В ночь запуска перил сообщает Ингину, что беременна. Дуэт рассказывает новости приглашенным. Вернувшись с отдыха, Серен говорит Мело, что не может забыть Деннис. Он извиняется перед Идой за прошлую ночь. Алекс случайно отправляет сообщение, которое собирался отправить Айфер, Айдан. Айдан с радостью приходит в ресторан. Мужчина задается вопросом, как вернуть приготовленный для романтической ночи ужин в нормальное русло. На следующий день, когда она рассказывает Айфер о ситуации, ее возлюбленный злится. В ночь запуска дуэт говорит Айдану, что они уже некоторое время вместе. В ночь запуска Мело настаивает на том, чтобы Эда надела желтое платье, которое она носила на помолвке. Серкан, увидевший Эду, впечатлен, но помнит очень маленькие детали. Когда Эда видит на пальце Селин обручальное кольцо, а Серкан смотрит на нее, она затевает самую простую игру в мире. Получив одобрение от Деннис, она рассказывает всем, что Деннис сделал ей предложение, и она согласилась. Серкан не помнит Эду. Самолет Серкана разбился, но найти Серкана не удалось. Эда думает, что Серкан вернется и будет управлять компанией. Он даже получает награду в области дизайна. Тем временем в их жизнь вошел некто по имени Деннис, с которым они выросли. Фифи также уехала работать за границу. Прошло два месяца с момента отсутствия Серкана. И Эда, и Айдан Ханэм верят, что он вернется. Хотя Серкану уже давно некомфортно, он остается с Селин в загородном доме. Он до сих пор думает, что любит Селин, и они так живут. Он ничего не помнит об Эде. Селин рассказывает ему, манипулируя всем об Эде. Серкан и Селин присоединяются к компании рука об руку. Пока Серкан говорит Эде, что я вижу тебя впервые, Селин рассказывает остальным, что произошло. Думая о покупке котенка для дома, Ингин слышит его и думает, что его жена беременна. Перил решает сообщить эту новость Серкану завтра на приветственной вечеринке. Они решают устроить вечеринку в кафе Деннис. Айфер и шеф Алекс флиртуют, но скрывают это от общественности. Мужчине не терпится рассказать об этом окружающим, но женщина хочет, чтобы он первым сказал об этом сам. Они начинают ждать подходящего момента. Перед пресс-конференцией Эда снова надевает на Серкана наручники. Они должны сидеть рядом. Затем они разговаривают с клиентом. Клиент хочет продолжить работу с Эда, другой врач осматривает и говорит то же самое. Тем временем Эда узнает, что леди Айдан знает, что Серкан жив, но не сказала ей. На вечеринке Эда целует Серкана. Он говорит, разум забывает, а сердце нет. Твое сердце помнит меня. Серкан ошеломлен и, чтобы прояснить свою жизнь, встает и публично делает Селин предложение. Самолет Серкана Балата терпит крушение. Серкан и другие приходят к месту, где делают хну. Все спят, они понимают, что Эды нет. Серкан, он узнает от человека у двери, что слышал, как похитители говорили о том, чтобы пойти на вертолетную площадку. Он идет с полицией и спасает Эду. Когда полиция понимает, что это работа Семина, Семиха звонит своему союзнику по телефону и злится. Хотя Балка не пьет щербет, он делает вид, что дремлет, Серкан увольняет его, потому что оказывается, что он терпел похищение. После этого мы наблюдаем конфликт между Айдан и Айфер из-за того, что они должны организовать свадьбу в течение трех дней после свадьбы. Айдан говорит, что им нужно поработать с организатором. Когда атмосфера становится напряженной из-за конфликта двух женщин, Сейфе удается спасти событие, говоря, вы получаете то, что говорите, и получаете то, что говорите. Хотя две женщины немного ссорятся, им удается смириться с этим правилом. В компании Эда и Серкан слышат часть телефонного разговора друг друга и думают, что другой действует преждевременно, принимая решение жениться. Они держатся подальше друг от друга, корчат рожи и пытаются понять. Мужчины едут в отель в Сапандже на девичник по настоянию Ингина. С провокацией Фифи бывают забавные моменты, когда девушки идут за ними. Серкан и Эда разрешают недоразумение и с радостью возвращаются к своей свадебной лихорадке. Пока все счастливы и взволнованы в день свадьбы, Ингин и Ферит получают документ, который уже день или два ждет в офисе. Серкан, уполномоченный подписывать, срочно должен ехать в Италию. Приходят двое мужчин и рассказывают Серкану о ситуации. Он также рассказывает Эде, он придет и уйдет в течение дня. Пока они взволнованно ждут, они включают телевизор с телефонным звонком Ферита, их не слышно из самолета Серкана, они узнают, что, возможно, упали. И Эда, и Айдан в шоке и заболевают. Принц Сеймен похищает Эду в ночь Хны. Эда делает Серкану предложение в самолеты. Серкан соглашается, пока они планируют, что делать, когда поедут в Париж, Ингин звонит и сообщает, что Перил похищен. Дуэт спешит обратно в компанию. Затем выходит Перил, его отец хотел поговорить, взял, а потом принес. Она рассказывает, что ее отец раньше был темным человеком. Он разговаривает с большим человеком. Ему удается пройти испытания. Эда и Серкан объявляют, что решили пожениться, соответственно, за пару в компании, Семиху, Айдан и Айфер. Семиха меняет тактику, разговаривает с Айдан и Айфер и заставляет их сказать «нет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...